Добрый день! Сегодня мы рассматриваем последнюю серьезную тему в нашем курсе. Это макро. Что такое макро? На этот вопрос ответить иногда бывает не так просто. Дело в том, что вокруг этого термина существует большая путаница. И началась она, когда стал активно у нас внедряться пакет Microsoft Office. Потому что документация Microsoft утверждает, что макро – это последовательность каких-то действий пользователя, которая автоматически превращена в программный код с помощью специального средства Macro Recorder в составе Microsoft Office. Конечно, к Лиспу это никакого отношения не имеет. А потом, после этого, макросом или макро стали вообще называть любую программу на языке ВБА. И это окончательно размыло понятия. Тогда как на самом деле точное значение макро в языках программирования – это термин очень старый, он гораздо старше Microsoft Office. Вот макро – это преобразование программного кода, которое выполняется перед трансляцией в языке программирования. По сути, макро – это некая возможность самомодификации программного кода. И, кстати, эти средства поддерживают далеко не всякий язык. Назначение макро – это обогащение синтаксических конструкций базового языка путем ввода в них новых, ну, скажем, «операторов», в кавычках. Новых команд, каких-то новых просто конструкций. Потому что разработчики языка не могут предусмотреть всего, что потом понадобится программистам. Поэтому была реализована, это очень старая идея, и раньше еще их называли препроцессоры, потом стали называть макрогенераторы. В общем, это хорошо известный класс программ системного назначения. Ну вот и одним из них, таких макрогенераторов, является хорошо, наверное, известный многим препроцессор языка C и C++. Вот посмотрите, как это работает. Предположим, мы в начале программы на языке C написали вот такое определение. Define π и задали константу. Теперь, если мы где-либо ниже напишем y равен sin π умножить на x, то на самом деле компилятор увидит вот такую конструкцию. То есть сочетание π будет заменено на 3, 14, 159 и так далее. Вот обычное назначение препроцессора или макрогенератора в составе C и C++. Ну, кстати сказать, это довольно, на самом деле, мощная возможность. И опытные люди могут на языке препроцессора C и C++ просто чудеса творить. А вот если язык у нас не компилируемый, а интерпретируемый, то у нас есть теоретическая возможность модифицировать код во время выполнения программы. Потому что интерпретации языка никто не мешает генерировать операторы на лету и тут же их интерпретировать. Правда, это не совсем просто. Почему? Ну, потому что в классических языках программа от данных отделена таким невидимым барьером. Хотя, надо сказать, что все мы используем до сих пор архитектуру фон Неймана, знаменитую архитектуру, при которой и данные, и программы лежат в одной и той же памяти. Но, тем не менее, во всех обычных традиционных языках программирования, в C, в C++, в Java и так далее, есть четкая грань между программой, кодом, который обрабатывает данные, и самими данными. Ну, на самом деле, хакер это умеет получать доступ к коду, но это, скажем, не сильно приветствуется. Совсем по-другому дело обстоит в языке ЛИСП. Почему? Ну, если вы внимательно слушали все пять лекций и проделывали упражнения, то вы, конечно, мгновенно ответите на этот вопрос. Потому что в ЛИСПе и данные, и программы хранятся в памяти единообразно. И то, и другое является списками. И программа является списком, и данные, которые ЛИСП обрабатывает, тоже являются списком. Поэтому ЛИСПу, можно сказать, сам Бог велел использовать самомодификацию кода. Так вот, макро в ЛИСПе – это один из способов построения такого самомодифицирующегося кода. И один из способов расширения возможностей языка. Поэтому, например, кажется, Пол Грэм, на которого я уже ссылался и буду еще ссылаться сегодня, назвал ЛИСП программируемым языком программирования. Вот эта возможность создания такого самомодифицирующегося кода во время выполнения – это уникальная возможность, которая присуща далеко не всем языкам. Кстати, вам на заметку, то, что данные и программы в ЛИСПе хранятся одинаково, это называется свойство гомо-иконности. Гомо-иконных языков совсем мало. Вот ЛИСП один из них, а другой язык, так и называется, Айкон. Ну, это интересный такой, ну, все-таки не мейнстримный, как и ЛИСП, а такой нишевый язык. При желании вы можете им поинтересоваться. Есть сайты, есть документация. Ну, а мы остаемся в рамках ЛИСПа. Вот что такое макро в ЛИСПе. Точное определение. Когда-то на первой лекции я вам говорил, давал, или на второй давал классификацию всех функций ЛИСПа, и там я упоминал макро. Вот сейчас пришло время об этом сказать. Значит, во-первых, это функция, которая при вычислении свои аргументы сама не вычисляет. То есть, точнее бы лучше сказать, ядро ЛИСПа не вычисляет аргументы, которые передаются в макро. А тело макро вычисляется в два этапа. Первый этап – это обычное вычисление, только с учётом того, что аргументы передаются как есть, без предварительного вычисления. В результате первого вычисления получается обычное S-ворожение. Вот оно вычисляется ещё раз. То есть, оно, ядро ЛИСПа, автоматически передаётся на вход ещё раз. Вот результатом этого вычисления, вот это и есть результат вычисления макро. Чтобы понять, для чего это нужно и как это работает, давайте попробуем создать функцию, которая будет, ну, реализует простой стэк. Будет добавлять в некое хранилище данных, ну, хранилище данных у нас одно, это список. Будет добавлять в список элементы, чтобы их оттуда потом брать. По принципу, первым пришёл, последним ушёл. Или последним пришёл, первым ушёл. Вот, смотрите, как я это реализую. Я определяю функцию, которую я называю push. Она принимает два параметра. Первый параметр – это что мы кладём, а второй параметр – это куда мы кладём. И в теле функции мы просто, переменный стэк, мы к ней консолидируем, делаем её первым элементом, список А. Казалось бы, вполне годное решение, короткое, из двух строчек. Давайте проверим, как оно работает. Вот, пробуем нашу функцию в деле. Создадим сначала стэк, положим в него, ну, А и Б. Ну, допустим. При этом, когда мы вводим setQ на верхнем уровне, у нас set превращается в глобальную переменную. И вот последняя версия моего хоум-лиспа выдаёт предупреждение, что создана глобальная переменная. Иногда полезно это знать, потому что из-за небрежности программиста он может наделать глобальных переменных, если он не знает, что фактически он создал глобальные переменные. Это может повлечь с собой некоторые неприятности. Поэтому я вот каждое такое несанкционированное создание глобальных переменных решил сопроводить выводом. Теперь мы вызываем нашу функцию и хотим приделать к нашему стэку переменную С, положить её на вершину стэка, то есть после Б. Я это ввожу, и в ответ у меня действительно выводится С, Б, А. Ну, я пишу, как будто бы всё верно. Но вот беда. Если я запрошу значение переменной С, то там я увижу по-прежнему Б, А, С, С исчезло. И это не случайно. Вот что происходит, когда мы вызываем нашу функцию с каким-то параметром А. Ну, в данном случае параметр А имеет значение С. Имеется глобальный контекст, в котором лежит переменная С. И значением этой переменной С является список А, Б. Я изображаю список так, как его принято изображать вот в такой графической нотации. По-моему, в прошлой лекции мы это подробно рассмотрели. Теперь, когда запускается процедура ПУШ, у неё свой контекст, который к глобальному контексту никакого отношения не имеет. У него в этом контексте два параметра. Параметр стек при вызове будет указывать на С, потому что фактическим параметром является переменная С, а фактическим параметром значения А будет являться атом С. Вот такая картинка. После того, как выполнится команда setQ, то вот эта самая С, в соответствии с желтым выделенной ячейкой, которую взяла из пула свободных ячеек конс, функция конс, в А указатель она поместила символ С, а в D указатель она связала с... со значением атома S. И действительно, в данный момент, если мы распечатаем значение переменной стек, то это будет список C, A, B. Ну, у меня там на самом деле B, A, это не важно. Но когда мы выйдем из функции стек, из функции push, то вот связь, построенная вот этой фигурной красной стрелкой, разорвется, и переменная С останется, в переменной С останется то, что там и было всегда, а там был список А, B. Вместе с тем, если мы выполним команду вот такую в глобальном контексте, то есть переменной С присвоим конс, переменной С присвоим конс СС, то результат, то будет достигнут. Получится как раз то, что нам надо. Но мы не сможем это сделать просто обыкновенной функцией. И вот тут нам на помощь приходит макро. Теперь смотрите внимательно. Нам необходимо создать функцию, результатом работы которой будет нужная нам вот эта командочка. setQS, конс, СС. На втором этапе исполнения макро эта команда выполнится в глобальном контексте, и мы получим требуемый результат. Значит, нам вся задача макро сгенерировать вот такую команду, которая впоследствии будет выполнена. Например, это можно сделать вот так. Обратите внимание, что макро создаются не с помощью DEFUN, а с помощью другой формы, которая называется DEFMACRO. А в остальном все очень похоже. И список параметров точно такой же, как и в обычных функциях. Можно употреблять необязательные параметры, можно употреблять ключевые параметры, можно делать макро с неопределенным количеством параметров. Такие примеры у нас там дальше будут. Но самое главное, когда будет вычислено первый раз тело этого макро, то мы получим именно ту команду, которую нужно будет исполнять на втором этапе. То есть, смотрите, если вычислить вот этот лист, то получится в точности то, что нам нужно. setQStack равно cons, а стек. Если ввести все, что мы набили в ядро лиспа, то у нас получается макро пуш, и мы можем... Ну вот тут определенно на самом деле setQ позволяет за одно присвоение, ну за один вызов выполнять несколько присвоений, поэтому мы здесь создали h2 стека, s1 и s2, оба пустые, а потом в первый стек кладем 111, во второй стек 222, в первый 333, во второй 444. Все получается правильно. И если мы попросим значение переменной s1 и s2, то мы убедимся, что там все накапливается именно так, как и нужно. Другими словами, задача полностью решена. Но это только... Это очень простой, можно сказать, детский пример. А с макросами все гораздо серьезнее. Ну, во-первых, что нам может не понравиться? Не нравится то, что в таком ключе макросы тяжело писать. То есть нужно писать код, который после вычисления даст такой результат, который при вычислении даст то, что нам надо. Ну, вот такое двухступенчатое программирование, оно, конечно, напрягает. Кстати, оно чем-то похоже на веб-разработку, когда мы пишем, создаем какой-то HTML-контент в редакторе, в расчете на то, что потом он отобразится браузером, и результат отображения должен быть вот таким. Ну, тут я бы сказал сложнее, потому что менее наглядно. Значит, тело макроса наглядно, и для сложных макро это становится очень серьезной проблемой, как тут написано. Поэтому в CommonLisp введено очень удобное средство, которое называется обратная блокировка. Это средство, которое позволяет писать макросы в более-менее такой наглядной форме, без лишних вызовов функции list и тому подобного. Вот эта функция, она называется backquot, по крайней мере в HomeLisp она называется backquot. И она очень похожа на функцию квоты, но у нее есть два важных отличия. Если перед символом, который входит в тело backquot, стоит запятая, то символ заменяется значением. Ну, значение берется из текущего контекста. А замена значением происходит, как замена обычного аргумента обычной функции. Если значение символа при этом список, то он оказывается вложенным в результат как список. Это называется замещающая блокировка. Если же перед символом, который входит в backquot, стоит сочетание запятая собачка, то список вставляется в тело, как это делает функция append, то есть без лишних скобок. Это называется присоединяющая отмена блокировки. Ну, и последнее, что хотелось бы сказать по этому поводу, так же, как и для квоты, есть удобный эквивалент обычный апостроф, для backquot используется обратный апостроф. Вот как он тут показан. Это символ в левой верхней части клавиатуры на клавише с буквой Ё. Вот посмотрим, как работает backquot. Вот первая команда setqxx квоты 3 единицы, это обычная глобальная переменная будет создана, и здесь обычное квотирование. А вот если мы теперь напишем вот такую форму, обратный апостроф as, а потом запятая xx, то as останутся как есть. Если даже такие переменные есть, они не заменятся на значение, а переменные xx на значение заменится. Причем заменится на значение, поскольку xx является списком, то он в это место вставится со скобками. Если же мы перед xx поставим запятую собачку, то тогда список вставится, как это делает append. Ну вот картинка, которую вы видите, все объясняет. А как это можно применить? Вот наш макро push, который мы сделали, он работает правильно, но с помощью обратной блокировки его можно записать гораздо нагляднее. Смотрите, если, так сказать, отвлечься от обратного апострофа и запятых, то мы просто напишем то тело, которое нам нужно. Перед теми символами, которые нужно заменить значениями, ставим запятую, и перед всей формой ставим бэк-хвоты. Все. Это абсолютно эквивалентно то же самое, но вторая форма, на мой взгляд, гораздо нагляднее. Кстати, интересно, может возникнуть вопрос, а вот эту промежуточную форму генерации, ее можно увидеть? Результат макрогенерации, который тут же вычисляется. Да, можно. Для этого служит функция macroexpand, но, к сожалению, в хоум-лиспе я допустил ошибку и никак ее не исправлю. В common-лиспе macroexpand требует вызова макро в дополнительных скобках, то есть тут, показываю курсором, вот здесь и вот здесь были бы еще дополнительные скобки. А в хоум-лиспе, не помню уже по какой причине, я эти скобки ликвидировал. Поэтому, если мы хотим узнать, во что превратится вызов push12stack, мы прямо так и пишем macroexpand push12stack. И вот нам среда возвращает, что на самом деле будет сгенерирована вот такая последовательность команд setqstack const 12stack, что нам, собственно, и нужно. В этом случае форма выводится, но не вычисляется. Давайте напишем макро, который будет удваивать свой аргумент. Вот посмотрите, как это сделано. Телом макро является cont, и там сначала проверяется, является ли х числом. Если х является числом, то в качестве результата возвращается форма с обратным квотированием, который просто число прибавляет само к себе. И все получается хорошо. Если же х это переменная, то есть х это атом, то тогда форма будет другой. Мы этой переменной присваиваем ее значение удвоенное. И получается, что тут будет универсальный такой макрос. Он будет работать и для чисел, и для переменных. Если же мы на вход дали список, или что-то спискообразное, то мы возбуждаем состояние ошибки. Такой пример. Могут ли быть рекурсивными макро? Могут, как и любые функции. Вот посмотрите на этот пример. Мы пытаемся рекурсивно, наверное, судя по всему, сосчитать факториал. Смотрите, как мы это делаем. Если n равно 1, то мы возвращаем 1, будет 1, она перевычислится, и 1 в результате вычисления даст 1. А в противном случае мы возвращаем форму, которая состоит из умножения текущего значения n на вызов наших же макро при n уменьшен на 1. Правильный ли этот код? Так сказать трудно. Давайте попробуем. Заводим этот код, дав на вход тройку. Ну и налетаем на ошибку. Очередной аргумент не атом. То есть при попытке сравнения возникает неприятность. Кстати, макро, как и любую функцию, можно трассировать. Трассировка макро, кроме входных и выходных данных, дает еще и макро расширение. Вот посмотрите, когда мы включаем трассировку и пытаемся выполнить макро FQ с параметром 3, то происходит нормальный вход. Она говорит, вход в макро, аргумент тройка. Сгенерировано вот такое макро расширение. Умножить 3 на FQ минус 3,1 правильно. Если вычислить минус 3,1, как получится 2. Дальше происходит вход в этот же макро с аргументом минус 3,1. Вот он выделен красным. А дальше ошибка. В чем же дело? Ошибка все дело в том, что знак сравнения нельзя применять к спискам. Поэтому, если уж мы хотим вычислить факториал с помощью макро, то тогда нам надо действовать немножко по-другому. Сравниваем число с единицей. Если единица, то возвращаем единицу. Это терминальная ветвь. А в противном случае заводим, скажем, переменную n1, уменьшив, присвоив ей значение n на единицу меньшее, и вот эту самую n1 и передаем в форму с обратной блокировкой. Теперь, я думаю, все будет правильно. Если мы... Вот тут на этой картинке разноцветной показана трассировка правильной функции факт Q3, которая, смотрите, сначала она порождает первое макро расширение умножить 3 на факт Q2, потом будет на факт Q1, и в конце концов все вычислится именно так, как нам и нужно. Но разными цветами я здесь показал разные уровни вложенности. И ответ будет правильный. 6. То есть на самом деле при вызове вот этой функции при значении аргументов тройки сначала генерируется вот такая форма, потом она вычисляется в глобальных переменных. Ну а при вычислении обычной функции это происходит в один этап, что, конечно, проще и короче. Поэтому запомните правила. Макро стоит применять только в тех случаях, когда обычной функции результат достичь нельзя. Ну вот, например, случай с командой push как раз такой. Push нельзя сделать обычной функцией, а можно только макросом. Ну а вот вычислить факториал можно прекрасно обычной функцией, и нечего здесь использовать макрос, это, ну скажем так, лишнее баловство. Хотя понимать полезно. Вот макрос копирования списка. Это тоже рекурсивный макрос. Что он делает? Если список пуст, мы возвращаем пустоту, а в противном случае в локальных переменах сохраняем голову и хвост исходного списка, а потом делаем конс, и вот посмотрите, как тут, тут достаточно хитро. Это редкий случай, когда функция квоты используется в явном виде. Мы кватируем результат, кватируем голову списка, которую мы присвоили временной переменной, и рекурсивно вызываем на хвосте наш макрос. Кстати, при вызове этого макроса аргумент кватируть не надо, поэтому вот копий лист апостроф перед АБЦ ставить не нужно. И если мы так сделаем, то это сработает, это будет правильно. Если же мы взглянем на макрорасширение, то на первом уровне, макро-то рекурсивное, на первом уровне что получится? Консолидация квоты А с вызовом нашего макроса на хвосте списка. Ну, в принципе, то, что надо. А вся форма, когда макрос раскроется полностью, будет вот такой конс А, конс Б, конс С, нил. А это и есть список А, Б, С. Такая вот вещь. Теперь использование макро небезопасная штука. Если мы пустились в это плавание, то нас ожидают два рифа. Захват переменных и повторные вычисления. Вот это названо подводными камнями макро. Этот материал я даю по книге Пола Грэма, о которой я вам уже говорил в первой лекции. То, что лучше, чем у Грэма, я больше об этом не читал нигде. Ну, давайте посмотрим, в чём тут суть. Вот вполне безобидный макрос. Ну, это просто форма цикла n-таймс, который крутит ну, n раз, точнее, в данном случае n плюс один раз, крутит некий цикл, тело которого является набор выражений, который у меня обозначен body. Этот макрос имеет, в общем, у него неопределённое количество параметров. Тут можно задавать сколько угодно форм, они все помещаются в тело и будут вычисляться. Смотрите, что тут сделано. макрос раскрывается в команду iter, у которой по переменной x, я просто обозначил переменную циклу как x, начиная с нуля, цикл бесконечен. Что мы делаем? Если значение x стало больше или равно n, то мы цикл разрываем и возвращаем ок, а в противном случае выполняется всё то, что у нас обозначено body. Ну, зависит от того, что мы туда напихаем. Там может быть несколько последовательных вычислений. Вот. Это правильно написанное макро, по крайней мере, на первый взгляд. И если мы запустим его вот в такой форме, напечатать пять звёздочек с каждой с новой строки, то у нас пять звёздочек напечатается, как будто бы всё хорошо. Но на самом деле хорошо тут далеко не всё. Давайте поступим вот как. Заведём глобальную переменную x. Вот это, кстати, первый случай. Я вам говорил, что звёздочка в лиске – это совершенно обычный символ, поэтому имя звёздочка x звёздочка – это такое же нормальное имя, как и просто x. Есть давняя традиция – глобальные переменные, имена глобальных переменных окружают звёздочками. На жаргоне лисперов это называется переменная в наушниках. Вот. Это первый признак того, что переменная глобальна. Обычно принято, никакого требования синтаксиса нет, это просто традиция лисперов, что все глобальные переменные делать с наушниками. Вот мы завели глобальную переменную и присвоили ей пятёрку. Теперь что мы делаем? Мы пять раз увеличиваем её значение на единицу. Форма благополучно прорабатывает, она ничего не печатает, потому что у нас только вычисления проходят в теле. А потом запрашиваем значение x и получаем 10. Ну да, мы пять раз прибавили по единице к 5 и получилось 10. Ну, как будто бы всё опять-таки хорошо, то есть всё у нас нормально. Но вот другой пример. Мы завели переменную x как локальную и в области действия формы лет делаем то же самое. увеличиваем на единицу set x ну, локальную переменную x увеличиваем пять раз на единицу. Надеемся, что при этом у нас получится опять 10. Ну, вернее, получится 15. 10 плюс 5 единиц должно быть 15. Запускаем этот код и результат остаётся равным 10. Что очень странно. С чего бы? Давайте запустим макроэкспант и посмотрим, во что транслируется наш макрос. Запускаем и видим, что транслируется он вот в такую конструкцию. Ну, x, где был x, там он и остался. В результате что получается? У нас увеличиваться-то будет не лет переменная, а внутренняя переменная iter. а она лежит в том же контексте и более раннюю переменную с тем же именем она перекрывает. Поэтому значение локальной переменной x остаётся прежним. Как быть? Это называется захват переменных. Значит, захват переменных это ситуация, как тут написано, которая возникает, если макрос при раскрытии порождает такие переменные, которые уже есть в текущем контексте. Это очень плохо. То есть, таких вещей надо избегать. Как же с этим бороться? Первый способ ранние лисперы это применяли очень давно, в 60-е годы. Способ очень простой. Поскольку в лиспере имена переменных можно выбирать очень либерально, втыкать в них там квадратные скобки, звёздочки, решётки, то можно просто сделать вот так. Использовать какие-нибудь экзотические имена. Ну, типа доллар, решётка, А, Б, С. Ну, вряд ли кому придёт в голову так называть свои перемены. А впрочем, как знать. Неизвестно, где это будет использоваться. Поэтому это не очень хороший способ. Гораздо лучше использовать встроенную функцию генсим. Что делает функция генсим? Она на вход, по крайней мере, в хоум-лиспе, она принимает атом, и она строит, создаёт ещё один атом, который начинается на букву, которую мы дали ей на вход, ну, и дальше буква с числовым суффиксом. При этом гарантируется, что такого атома в данной сессии точно нет. Ну, а раз нет такого атома, то и захвата переменных не будет. Вот, более правильный способ. Смотрите, что мы сделали. Прежде чем кидаться, вызывать iter, мы сначала локальной в теле функции переменной x присваиваем результат генсим x, но у нас x будет равно, ну, скажем, x15, а на другой машине это может быть x3, всё зависит от обстановки. И потом мы используем вот этот самый новый x. И тогда всё будет хорошо. вот теперь, когда мы выполним этот код, у нас получится 15. То есть с захватом переменных мы справились. Ну, на жаргоне лисперов это называется загенсимить. Значит, мы символ наш, который является параметром цикла, загенсимили, и у нас захват переменных побеждён. Но есть ещё одна проблема. Давайте рассмотрим вот такую форму. здесь опять локальная переменная v, ей присвоено 10. А тут мы смотрите, что мы делаем. В качестве количества повторений мы используем форму setQ. Форму setQ возвращает результат своего второго аргумента. но мы от v отнимаем единицу, получится 9, поэтому в принципе мы могли просто написать n times 9 print звёздочек. У нас бы напечаталось 9 звёздочек, можете не сомневаться. Но мы вот решили, что называется, выпендриться вот так. Одновременно этим действием и локальную переменную уменьшить, и использовать её значение как счётчик циклов. В принципе нормальный подход. лисперы обожают так поступать, да и не только лисперы, для лаконичности кода. Ну и как вы думаете, сколько звёздочек будет напечатано? По идее должно быть 9, потому что v равно 10, отнимаем, v станет равным 9, отнимаем от единицы у нас получается 9, v равно 10 это 9, ну и должно быть вроде бы как 9 звёздочек. Но на самом деле их будет только 5. Откуда? А вот давайте разбираться. Опять делаем макроэкспанд и видим вот такую штуку. Смотрите, у нас генсим на моей машине, когда я готовился, он мне вернул символ x3. Ну, ради бога. Цикл for x3, up from 0, дальше проверка. Пока если пока x3 ну, если, вернее, лучше так сказать, когда x3 больше или равен, а на месте второго выражения подставлена форма setq. И она же будет на каждом витке цикла выполняться. и к чему это приведет? Тут будет повторное вычисление v. На каждом витке цикла от v будет отниматься единица, а мы-то надеялись, что она отнимется один раз. Ну, естественно, раз она будет отниматься на каждом витке цикла, то количество циклов будет становиться все меньше, меньше и меньше, и вместо девяти получится пять. Вот тут внизу и расписано, почему это так. Это называется повторное вычисление. Это происходит в тех случаях, когда в теле цикла фигурирует выражение, которое ссылается на параметр макро. Этого тоже допускать крайне нежелательно. Ну, вот вы убедились, что это значит, а лекарство от этой болезни все тоже генсим. И вот теперь мы сделали этот простой макро n-times, мы загенсимили оба символа и параметр цикла x, и количество повторений. Мы его сначала загенсимили, потом присвоили ему значение числа повторений, а в форме when у нас стоит ссылка на переменную h, а это число. И все. У нас повторение исчезло. И теперь действительно печатается 9 звездочек, как и должно быть. на этом мы заканчиваем краткий обзор макро в лиспе. Должен вам сказать, что это очень серьезная и мощная тема. И вот в частности в настоящем полном лиспе как раз итер является макро, а не встроенной функцией. У меня в холм-лиспе наоборот. И владеющий макро в лиспе способен чудеса творить. То есть он может превратить лисп в язык, который внешне будет похож на паскаль или на си. Никакой другой язык подобной гибкостью и подобной программируемостью своей формы не обладает. Вот почему лисп крайне интересен. Просто понять эти идеи не обязательно программировать на лиспе, но просто их понять и прикоснуться к этой красоте мне кажется целесообразным. А сейчас давайте прервемся и в следующей части будем разбирать уже другие существенно более простые материи.